Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Тренировочная пожарная эвакуация в Видновской школе номер 7. Лично я несу полную ответственность за безопасность детей на территории школы и в школе, поэтому мы ежеквартально проводим такие тренировочные эвакуации. Во дворце спортовидное состоялся день донора. Люди сдают кровь вообще по зову сердца. В историко-культурном центре прошел краеведческий семинар. День ручки практически занимаются тем, что восстанавливают историческую листью. Раз в квартал во всех образовательных учреждениях Ленинского городского округа проводится тренировочная пожарная эвакуация. Как с задачей справилась Видновская школа номер 7, проверила наша съемочная группа. Подробнее расскажет Юлия Погасьян. В компьютерном классе 7-й Видновской школы произошло возгорание. Сигнал о задымлении поступил на пульт охраны. Сотрудники начинают эвакуацию учащихся. Сегодня это лишь учебная тревога, чтобы проверить правильность действий персонала школы при реальной чрезвычайной ситуации. Цель, скажем так, немножко взбудоражить персонал, прежде всего службу безопасности, которые присутствуют на объектах. То, что делает, четко, какие действия. Это мы проговариваем и прорабатываем практически. Вплоть до реальных звонков подразделения пожарной охраны, передачи нужных сообщений, от фамилии до адреса. И как они встречают, действуют, как направляют эвакуационные потоки по различным путям эвакуации. Все ли выходы готовы к этому. В этот раз эвакуация школьников заняла 4 минуты. Результат удовлетворительный, представители МЧС отмечают. В целом, все действия сотрудников учреждения были слажены, а замечания участники тренировки обсудят отдельно. Лично я несу полную ответственность за безопасность детей на территории школы и в школе. Поэтому мы ежеквартально проводим такие тренировочные эвакуации, где мы детям показываем, как правильно нужно, что без паники, как одеться, как обуться, чтобы все вышли и, самое главное, спасли свою жизнь. Также мы, кроме тренировочных эвакуаций, еще проводим радиопередачи. Конечно, проводятся классные часы. Один из таких классных часов уже после эвакуации с детьми провели сотрудники МЧС. Рассказали, как вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации, как обращаться с бытовыми приборами. Информацию школьники усвоили, задавали уточняющие вопросы, делились своим опытом. Нельзя оставлять на ночь приборы, телефоны. Чем это таким грозит? Ну, то, что может загориться и будет пожар. И сгорит потом квартира, а потом весь дом. В экстренные случаи может произойти что угодно. И плюс нужно не только выполнять эти правила, но также и думать своей головой в экстренные моменты. Ведь может произойти что-то непредвиденное. Также сотрудники МЧС напомнили детям об опасности выхода на лед. Тем более сейчас, когда температура воздуха стремительно растет. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно-ТВ. Накануне дня борьбы с туберкулезом в дошкольном отделении Видновской школы номер 7 с детьми поговорили о том, как сберечь свое здоровье на долгие годы. Представители Красного Креста Ленинского округа пообщались с ребятами и объяснили, почему так важно соблюдать личную гигиену. А чтобы информация усваивалась лучше, мероприятие проходило в игровой форме. Специалисты отметили ряд важных правил, которые необходимо придерживаться с ранних лет. У детей должен быть режим дня, значит, прогулки на свежем воздухе, занятия гимнастикой, спортом желательно, правильное питание. Если, допустим, чувствовать, что вы недомогание, не идти в садик, а идти к врачу, чтобы выяснить, что это такое. Потому что туберкулез на ранних стадиях очень хорошо лечится. А симптоматики у него нет, как простой вырезы. Белый цветок жизни – международный символ дня борьбы с туберкулезом. В России им принято считать ромашку. Именно поэтому воспитанники дошкольного учреждения рисовали цветок с белыми лепестками. А сегодня детские работы представители Красного Креста передали донорам, которые пришли во дворец спорта «Видное», чтобы принять участие в акции, приуроченной к дню борьбы с туберкулезом. На сдачу крови многие записались заранее. Одну из первых свои 450 граммов сдала Татьяна Брылова. Донор – значит дарить. Сегодня во дворце спорта «Видное» собрались те, кто готов подарить свою кровь другим. Кому? Об этом они не задумываются, знают – это помощь необходима. Сергей Гонковский не ради корочки почетного донора раз за разом участвует в подобных акциях. Вспоминает, впервые задумался о донорстве, когда родителям понадобилась кровь. Подумал, почему так происходит. Люди же пришли, помогли. Их долги отдаю. Стараюсь, когда возможно есть, звонят, сюда прихожу, сдаю. Ну и, соответственно, полного ребят, которые сейчас за нас кровь проливают. И мы им должны обязаны, и гражданских лиц, которые в этом нуждаются. Поэтому, если дай бог это кому-то поможет, с большим удовольствием мы это делаем. Желающих сдать кровь оказалось значительно больше, чем планировалось. Многие записали заранее. Но есть и те, кто совершенно случайно узнал о донорском дне и пришел впервые. Вообще, первый раз здесь просто интересно. Ну и, может быть, кому-то пригожусь. Тем более, отпуск у меня решила сдать кровь, чтобы помочь. В прошлом году я сдала кровь четыре раза. В этом году – это первая моя сдача. И надо сказать, что с каждым разом желающих принять участие в сдаче донорской крови становится все больше. Я, к примеру, сама привела сюда своих двоих друзей, которые теперь каждый раз приходят сдавать кровь. Нынешняя акция приурочена к Дню борьбы с туберкулезом. Каждому сдавшему свои 450 граммов подарки от Красного Креста и детские рисунки с изображением ромашки – символа этого дня. Люди сдают кровь вообще по зову сердца. Это такой вот дар, частичку себя, чтобы помочь людям. Вот только вот никаких корыстных целей. И мы очень благодарны тем людям, которые дарят людям здоровье. Записался на День донора у нас 75 человек. Ну, люди подходят, надеемся, что сдадим по полной. Сегодня в банк областного центра крови отправится порядка 34 литров того, что не выработать никакими технологиями, не купить в магазине. Донорской крови, способной спасти жизни и здоровье десятков людей. А отныне каждый донор будет зарегистрирован на госуслугах, где сможет отслеживать всю информацию, в том числе и анонсирование очередных дней сдачи крови. Татьяна Брылова, Юлия Антонова, Гульнара Балаева, Кирилл Иванов, Видное ТВ. В историко-культурном центре состоялся краеведческий семинар. Основными темами встречи стали передача музею солдатского медальона Василия Шарикова и сохранение водонапорной башни как исторического объекта для потомков. Подробности в следующем сюжете. Заседания общества краеведов Ленинского городского округа проходят регулярно. На встречах члены объединения подводят итоги своей работы и ставят новые задачи. День и ночь практически занимаются тем, что восстанавливают историческую истину. Им интересно и очень важно нечто из истории откопать, найти, показать нашим детям, людям, которые сегодня живут на земле Видновского края, как оно было, откуда пошла та или иная нить. Мы собираемся и обсуждаем, какие-то вырабатываем идеи, планы, ну и естественно смотрим немножко вперед. Главной темой очередного краеведческого семинара стала удивительная история семьи из Ленинского городского округа. Уроженец села Остров Василий Шариков, погибший в годы Великой Отечественной войны, для своих родных был без вести пропавшим. Но благодаря работе поискового движения обнаружен его солдатский медальон. Потом участники отряда нашли внучатую племянницу воина Галину Астахову. В островском магазине мне оставили записку о том, что меня разыскивают поисковики. Оставили телефон и просили связаться с ними, чтобы рассказать о том, что при раскопках, при поисковых работах были найдены останки моего деда. Был найден медальон, он сохранился до наших дней, в нем была смертная записка, написанная рукой Василия. Ее удалось расшифровать к нашему счастью. На семинаре присутствовала еще одна внучатая племянница Василия Шарикова – Надежда Ивушкина. Вместе с сестрой они подробно рассказали собравшимся об этом событии и торжественно передали медальон их деда в музей историко-культурного центра. Такой предмет пусть хранится в музее, чтобы другие люди видели. Для наших потомков останутся фотографии и записи. Также на встрече подняли вопрос о дальнейшей судьбе водонапорной башни на Заводской улице. Выступающие рассказали об особенности этого архитектурного объекта, представили архивные документы. Также в ходе семинара краеведы обсудили возможность сохранения башни как исторического наследия для потомков. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова